Сила Евангелия Послание к римлянам 1 глава с 8 по 17 стих Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благо поспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общей, вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже доныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Размышления, часть 1. Желание общаться. Послание к кремлянам, 1 глава, с 8 по 13 стих. Павел, который еще не встречался с римскими христианами, пишет, как сильно он хочет увидеться и общаться с ними, потому как часто Павел употребляет личное местоимение «я», чувствуется, какую близкую связь он ощущает с этими людьми. «Он благодарит Господа за их веру и всегда просит его в молитве дать возможность встретиться с ними», стих 10. Апостол стремится к встрече не ради праздного желания поболтать, а чтобы поделиться с ними чем-то духовным, что укрепит их, стих 11. Возможно, римляне и думали, что только они получат пользу от встречи с Павлом. Но великий апостол говорит, что и для него эта встреча будет полезной. Павел и римские христиане являют нам образец христианского общения, взаимной поддержки и ободрения, стих 12. Современные технологии позволяют, несмотря на расстояние, значительно упростить общение между людьми. Если у вас друзья по служению, с которыми вы никогда не встречались лично, помолитесь об укреплении их веры. Павел снова говорит об ответственности, которую он принял вместе с призванием. Он должен проповедовать всем, независимо от их статуса или национальности. Он готов благовествовать всем людям, в том числе и римлянам, стих 15. Готовность Павла является результатом его понимания Евангелия, которая есть сила Божья ко спасению всякому верующему, стих 16. Бог дает нам возможность быть проводниками его силы, которая спасает грешников и меняет жизни. Через Евангелие мы встречаемся с праведностью Бога, стих 17. Мы никогда не поймем, какие мы на самом деле, пока не признаем, кто есть Бог. Павел познал силу Евангелия, и это познание рассеяло любое чувство смущения или стыда, которое могло бы стать помехой его рвению благовествовать. А что мешает вам делиться Евангелием при каждой возможности, дарованной Богом? Молитва. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за всех людей, которые исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Благодарю Тебя за все случаи, когда Ты давал мне возможность участвовать в Твоем деле, особенно в распространении Евангелия. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.